Здравствуйте! Здравствуйте! Пройдите к нам. Это мама, которая ожидает на конец года детского садика строит. Правильно? Да. Сколько у вас у нас есть? У нас есть трое детей. А у вас? У меня это ребенок, но я представляю систему образования. Это мамочка. Мамочка, еще какая мамочка? Двое. Смотрите, в Дагестане это самая высокая рождаемость. Это да. Здесь в Дагестане 250 человек, там 250 детишек. К первому времени заканчивалось сельскохозяйственной работой. Месяц назад сельскохозяйственной работой в основном применении вот они в дальнейшем замечании готовы. Как раз допустим процесс рецентирования. Их начало уже 2 года. Полностью будет готов. У нас в 19-м году президентом было принято решение определенными местами представщиками услуг по строительству в рамках «Демография образований 244» Министерства обороны. Я хотел просто добавить, что они строят социальные объекты не только в интересах расписки но и по всему регионам в том, что угодно правило. 1 сентября мы введем большинство объектов. именно 1 сентября. Там есть некоторые отставания по объективному прошлогодним причинам. Мы с коллегами в отношении корректируем все возможные практики. Основной комплекс будет введен в этих социальных объектах. Уже несколько садов несколько школ сдано. По двумным национальным проектам общей суммы федерального финансирования. Более 8 миллиардов рублей. Это очень здорово, что все это продвигается. Главное только, чтобы мы не отставали от сроков. Потому что люди тоже ждут. Я прекрасно понимаю. В Дагестане пока еще есть третья смена. Я знаю, как Олег Ильич борется с этим, как и все коллеги. Поэтому я думаю, что вообще возможности людей, которые здесь проживают, должны быть обеспечены в первую очередь садикам и школам. Высокорождаемость Дагестана. Плюс Каспийская флотилия. Люди, которых посылают на службу, которые здесь находятся, конечно, должны быть обеспечены садикам, школой, хорошими социальными условиями. Это главное. Потому что климат здесь великолепный. Очень красивая земля. И я надеюсь, что все будет сделано. Важный комплекс на своей территории. Вот мы с вами видели жилые, как мы находимся в садике. И перед нами школа. По этому принципу. Красиво. По этому принципу. И обратил внимание на территориальную планирующую главу. Вот по дороге едешь, нету каких-то предусоружений или что-то красивого. Очень все симпатично. есть потребность. вот наше растущее поколение получало достойное образование. И спасибо вам огромное, что у нас появляются вот такие вот учреждения и в таком теме. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. И буквально еще если можно. Потому что вот наш проект замечательный наш проект, в рамках которого такие институтные программы нам как воздух необходимы. Мы очень хотим, чтобы эти программы продолжались реализовывать. Потому что вот нам и республики, ну и славного по списку как воздух необходимы образовательные программы. Чтобы были продолжены эту самую программу. Двери, что они будут продолжены. Главное, чтобы успели абсолютно в сентябре. У нас в этом смысле все это намечено. Спасибо. 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 Все, что запланировано, будет вовремя введено. Поверьте. Здесь очень важно, чтобы все, но не наоборот, строить профессиональный в том смысле отличный помощник для того, чтобы все было вовремя сделано. Мы, без сомнений, еще раз посмотрим все в порядке. Спасибо.